МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на первом Волгоградском канале. События дня. Первые заявления о намерении баллотироваться. Сегодня депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Савченко официально подтвердил, что снова хочет стать депутатом. Отменить совсем или сделать скидку плата в фонд капитального ремонта многоквартирных домов может стать дифференцированной для разных категорий граждан. Порядок межведомственного взаимодействия. Власти Волгоградской области и профильные надзорные ведомства выдвинулись единым фронтом против строительства незаконных многоэтажных жилых домов. Не обошлось без посещений психиатров. Гебошир из Камышина, жестоко избивший младком тещу и забросавший гранатами полицейских, пока не признался, где взял боеприпасы. Сегодня в Волгоградской области утвердили общий алгоритм действий в борьбе с возведением незаконных многоквартирных домов. Исполнительная власть области, мэрия Волгограда, Росреестр, прокуратура подписали в Белом зале администрации региона документ о порядке межведомственного взаимодействия. Этот порядок взаимодействия предусматривает совместную работу по недопущению, предотвращению таких ситуаций. То есть сейчас мы говорим в большей степени о том, как не допустить в будущем таких незаконных постройок, как предотвратить ситуацию, когда наши граждане покупают такое жилье и впоследствии остаются и без жилья, и без денежных средств, которые они вложили в это жилье. Всего на сегодняшний день в регионе, как было озвучено на совещании, 44 самостроя. По документам они числятся индивидуальными домами, а по факту квартиры в них купили свыше 300 семей. По некоторым домам начаты процедуры узаконивания. Речь идет о домах, результаты строительной экспертизы, которых дали положительные результаты. Однако, как заявила на совещании вице-губернатор Валентина Гречина, есть дома, которые не прошли такую оценку и однозначно будут снесены. Например, на улице Быковской в Волгограде. Сегодня стали известны новые подробности происшествия в Камышине. 39-летний задержанный гражданин, который накануне жестоко избил свою тещу молотком, украл трехлетнюю дочь и забросал гранатами на ряд полиции, ранее обращался к психиатрам из-за семейных дрязг. Напомним, события развернулись сначала в одной из квартир Камышина, а затем и рядом с гаражным боксом вчера днем. Когда сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на место, злоумышленник бросил в сторону полицейских несколько гранат. Две светошумовых и одну боевую. Сержант полиции и ребенок получили множественные осколочные ранения. Второй сотрудник в соответствии с федеральным законом о полиции произвел один предупредительный и один прицельный выстрел из стабильного оружия и ранил злоумышленника в ногу, после чего задержал его. На место выезжал главный полицейский региона. Генерал-лейтенант полиции Кравченко навестил пострадавших в больнице. В отношении жителя Камышина возбуждены дела по статьям покушения на убийство, посягательства на жизнь сотрудника полиции и незаконное хранение боеприпасов и их частей. Пока задержанный так и не пояснил, где взял гранаты. Сейчас состояние раненой девочки и полицейского стабильное. В то же время состояние 58-летней женщины, на которую наползять с молотком, остается критическим. За ее жизнь борются врачи. С инициативой установить дифференцированную плату за капитальный ремонт жилья выступили депутаты фракции партии «Единая Россия» Государственной Думы, в их числе и парламентарии, представляющие Волгоградскую область. Предлагается полностью освободить от взносов фонд капитального ремонта граждан старше 80 лет, а инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов, предоставить 50-процентную льготу. Предложение направлено председателю правительства России, лидеру партии Дмитрию Медведеву. Сегодня на пресс-конференции депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Савченко подтвердил свое намерение участвовать в выборах в Нижнюю палату парламента России нового созыва в 2016 году. Но сначала Савченко примет участие в праймере с «Единой Россией» в предварительных выборах по определению кандидатов в депутаты от партии, которые пройдут во всех региональных отделениях 22 мая будущего года. Я принял это решение еще весной этого года, когда получил социологию, где было видно явно самый проблемный, так скажем, регион или не регион, а округ в нашей Волгоградской области. И учитывая то, что я не боюсь открытого противостояния, не боюсь честной борьбы и конкуренции, я принял решение, что вот, скорее всего, буду участвовать, не скорее всего, уже, наверное, определенность у меня есть, по Южному округу. И, соответственно, уже там достаточно долгий промежуток времени я работаю в округе и считаю, что есть уже результаты, есть понимание о том, какие вопросы или какие проблемы волнуют избиратели специфические данного округа. На этом все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok